Доброе утро, дорогие наши друзья! Наконец-то, наконец-то, Сергей, настал тот самый день. Какой? Утро. Утро? Выходного дня. Сегодня суббота, друзья. Это просто прекрасно, потому что именно в выходной день можно не спеша проснуться, умыться, выйти на кухню, сделать себе первую кружку кофе и начать готовить вкусный завтрак. Всем доброе утро. Доброе утро. Привет, Сергей. Слушай, мы с тобой пришли к тому самому моменту, когда впереди нас с тобой ожидает праздник, которые ждут с нетерпением, наверное, значительная часть населения России. Нас ждет Пасха. И в Пасху принято готовить... Кулич. Кулич. Совершенно верно. Друзья, сегодня будем готовить кулич. Попробуем сделать его необычным, интересным. Ну и, естественно, наша главная фишечка – сервировочка, друзья. Поэтому по кофе и без лишних слов начинаем готовить. Сергей, с чего начинается приготовление классического кулича? Для начала нам нужно будет приготовить опару. Муку, теплое молоко, дрожжи. Все это смешаем, дадим настояться, чтобы у нас поднялось. Отлично. Момент в нашей программе, который мне лично очень нравится, это когда Сергей готовит, а я пью кофе. Опара, дорогие друзья, это, скажем так, первая ступень кулича. Да, нам надо, чтобы дрожжи поднялись, чтобы у нас тесто поднялось. За счет дрожжей. Наши бабушки и мамы знали, что чтобы тесто поднялось, надо накрыть полотенчиком, поставить в теплое место, ну хотя бы на полчаса, и не ходите рядом, иначе она упадет. Отправляем опару на полчаса в теплое место. Пока наша опара поднимается, Сергей, давай делать основу. Что у нас в нее входит? Мы опять берем сапути смесь, берем сахарочек, сахарный песок. 300 грамм. Высыпаем пакетик ванилина, ванильного сахара. Ванильный сахар, так. Добавляем туда яйца, 6 штук. 6 штук. Серьезная заявка. Перемешивать над руками. Сергей почему-то решил, что именно эта работа сегодня мне по плечу. Не хочу заниматься грязной работой. Не хочешь заниматься грязной работой. А кексик потом, куличик, вкусный, сладкий, кушать он захочет. Вообще, на самом деле, работа действительно грязная, поэтому, если будете делать дома, то же самое. Но потом, видимо, вас ждет уборка. Давай, добавлю тебе изюм. И одну в рот. Давай. Продолжай мешать. Как скажешь, шеф. А я пока поплю кой. Тесто пытается стянуть с меня перчатки. И вы видите, что происходит? Я справлюсь. Я сильный. Кирилл, пока не нужно снимать перчатки. Сейчас нам нужно смешать опару с основой. Окей. Друзья, вот стою я на кухне, в перчатках мну тесто для кулича, смешанное с опарой. И понимаю, что знаете, какой самый главный ингредиент вкусного кулича? Знаете, какой? Сказать? Я скажу. Давай я скажу. Нет, я скажу. Который приготовлюсь своими руками. Нет, Сергей. На самом деле, самый главный ингредиент, которым я добавляю прямо сейчас, как бы это ни звучало, любовь, друзья. Любовь к тому блюду, которым я буду угощать своих родных и близких. Наша основа. Похож, да? Основа готова. Основа для наших куличей пасхальных готова. Осталось ее на часик убрать в теплое место и не ходить рядом, чтобы оно поднялось. Разложили основу для кулича. Разложили мы в один большое, в большую форму и в три маленьких. Отправляем в духовку. Насколько? Отправляем сначала на 110 градусов на 10 минут, потом поднимаем до 180, готовим до готовности, в зависимости от домашней духовки. Отлично! Вперед! Получились у нас сногсшибательные, восхитительные куличи. Вы посмотрите, какая прелесть получилась. Чудо! Украшать будем, наверное, на большой тарелке. И именно так, мне кажется, вот во всех домах, во всех квартирах, во всех хозяйке, именно так и делают. Кладут на тарелочку, ставят рядом маленькие кексики, если они делали, маленькие куличики. Но осталось только украсить. Говорят, что кулич — это главное блюдо на Пасху. Друзья, экспериментируйте с этим блюдом, добавляйте любые ингредиенты, которые вам больше по душе, ну а главное, не забудьте добавить туда немножечко своей любви. Я хочу поздравить всех еще раз с праздником, пожелать здоровья, чтобы все было хорошо, пожелать легкого утра и доброго дня. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин